Здравствуйте! Что касается ответа Алексея Навального, я вообще-то ждал извинений, а не о Диабатов. А вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм, разного рода такие заявления, как вы украли у нас руду, откуда у вас деньги первые, а вообще где первый миллион там вопрос был. Не все воровали, а значит и Усмана воровал. Ну вообще, если честно, давным-давно уже великий русский писатель Булгаков в поясе «Собачье сердце» описал такого персонажа с огромной разрухой в голове, полиграфа Шарикова, который вот все мечтал отнять и поделить. Вот ты, Алексей Полиграфович, становишься прям достойный продолжатель. Но если Шариков, ну что говорит, просто глупый Шарик, необразованный демагог по книге, ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врут. И когда твою ложь опровергает с документами на руках, ты начинаешь, по-моему, трусить и говорить, что тебе угрожает. Вообще абсурд. Или как в случае с придуманной статьей за изнасилование. Поймали за вранье? Твои же читатели. Ты уже прячешься за книгу посла Великобритании, в которой тот якобы написал об этом. Потом узнаем, что нету там ничего в этой книге такого. Тут уже опять какое-то очередное вранье. И так тебе во всем. И с зарплатами, и с шахтерами, и с комбинатами. То ли было, то ли не было. А что, что, это не я придумал. Это все так говорят. Это мы. Какие мы? Какие мифические мы? Это не все все равно. Врал-то ты персонально, и извиняться надо тебе персонально. И вообще сделай первый шаг. Скажи хоть ошибся я. Тебе полегчает, Алексей Полиграфович Навальный. И вообще, какие дебаты? Это то же самое, что делают дебаты между правдой и ложью. У нас с тобой дебаты будут теперь в суде. Тем более, что ты стараешься каждый день как можно больше дать для этого основания. Вот там тебе и объяснят разницу между правдой и ложью, Алексей Полиграфович Навальный. Фу на тебя еще раз. Фу на тебя еще раз.